Во-первых, совершенно справедливо отмечено, что давайте-ка обратимся к истории. Почему русские и украинцы, замечу, белорусы, это вообще-то один народ изначально. Дальше совершенно справедливо говорится, что славянские и другие племена на громадном пространстве от Ладоги, Новгорода, Пскова, Киева и Чернигового были объединены одним языком, теперь называемым древнерусским хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси одной православной верой, духовное выборство Владимира, ну и так далее, сегодня во многом определяет наше родство. Чувствую, нас иногда всё-таки смотрят. Про хозяйственные связи вдруг написали. Тут момент, конечно, есть, что про православную веру. Так, века до XIV православная вера оставалась верой горожан и высшей знати. А то, что там было на селе, ох, что там было на селе, там чёрт ногу сломит. Я уж молчу про то, что в городах было, учитывая массу археологических находок, которые просто уже, наверное, тысячами, а может даже и больше измеряются, которые имеют совершенно явно языческое происхождение и которые происходят из слоёв, которые никакого отношения к языческой эпохе вроде как не имеют. Ну, у нас синкретизм, короче говоря, царствовал очень долго. Такой матёрый языческий синкретизм. Как если посмотреть сейчас на японский буддизм или на буддизм в Юго-Восточной Азии, вы увидите, или там на Шри-Ланке, например, вы увидите вот ту самую смесь примитивного анимизма, шаманизма, куда вплетён буддизм. То же самое было у нас. Это всё, причём удалось искоренить только с изобретением книгопечатания, распространением сети приходов. Церковно-приходских школ. То есть, веку к 19-му всё это искоренили. И это к выбору Владимиру никакого отношения не имеет, слишком это давно было. Я бы даже сказал, что не искоренили, а оно в ходе естественного развития отмерло. Отмерло, как там правильно. Я, с то его позволения, подчёркну красным, мы в этом никаким боком не оригинальны. Это у всех происходит точно так же. Наши любимцы викинги, когда там, ты же помнишь, христианство принимали, где там наш друг завернулся в плащ-палатку, полежал сутки на скамеечке, потом встал и сказал, вот из Норвегии говорят, что надо верить в Христа, и официально всем верить в Христа. Чем вы занимаетесь дома, это ваше личное дело. То же самое и здесь. Ничего нового нет. Так было абсолютно везде. Те же самые наши ближайшие родственники. Ближайшие родственники нашей правящей династии первой конкретной викинги. Вот сага о Сигурте-Крестоносце. Здесь мы её разбирали подробнейшим образом. Вы посмотрите. Они там... Это 12 век. 12 век. Они плывут в крестовый поход и сочиняют висы, как они сыны Тора, с помощью валькирии и Христа. Сейчас всем накладут. С тех пор, как я принял христианство, моя удача резко возросла. Тут мы, в общем, ничего. Да.